Традиция дарить мужчинам носки на 23 февраля приобретает сегодня новый актуальный смысл. Особенно, если мужчины – герой спецоперации на передовой, а носки теплые, натуральные и связаны с любовью. Помимо вязаных подарков от мастериц округа, в преддверии Дня защитника Отечества неравнодушные жители Одинцова собрали для военнослужащих гуманитарный груз. В зону СВО повезут зимние вещи, медикаменты, предметы личной гигиены, продукты питания, а также письма со словами поддержки и благодарности. Конечно, каждый вкладывает что-то от себя. Кто-то вкладывает иконы, кто-то какие-то записочки с добрыми пожеланиями нашим ребятам. Ну, помощь абсолютно разная, да, вы сами видите, сколько ее, и мы очень всем людям благодарны за это. А недавно активисты собрали деньги и закупили для бойцов рации. Такая техника в полевых условиях – расходный материал, и ее никогда не бывает много. Мы вот как раз кинули клич в наш чат, произошел сбор, начался сбор, достаточно быстро мы это организовали, в течение недели, наверное, получилось. Загрузились и отсюда и стартанули, и поехали в Луганскую область. Буквально мы за день доехали, прошли все посты, доехали до ребят, выручили лично в руки, слова благодарности звучали. Движение активистов за наших в Одинцово началось осенью прошлого года, и груз к 23 февраля уже седьмой по счету. Сегодня группа насчитывает более 150 добровольцев, а начиналось все с нескольких человек и поиска рабочей микроволновой печи для одного из госпиталей Подмосковья. Девочки нашего коллектива решили, что мы не купим новую. А так как объяснять всем, отдельно писать в WhatsApp, это было неудобно, мы решили собрать группу. И вот это вот с трех-пяти человек у нас эта группа образовалась. Мы очень просили всех присоединять друзей, близких, потому что у нас возникла буквально через две недели следующая потребность. И помощь неравнодушных людей всегда будет необходима. Полина Толмачева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.